При работе со старым ядром вам периодически приходится работать с глобальными переменными. Это были суперглобальные массивы server, post, get, request и тому подобное. Так и в битриксе имеются глобальные объекты, такие как application, db и тому подобное. Как я уже говорил, новое ядро D7 использует принцип OOP. А следовательно, весь код ядра D7 больше не использует в своей работе глобальных переменных. То есть не порождает свои глобальные переменные, не обращается напрямую к суперглобальным переменным. Для того, чтобы не работать напрямую с суперглобальным переменами, в D7 есть специальный механизм. В новом ядре существуют приложения и контекст. С помощью их мы и можем получить эти данные, не обращаясь напрямую к суперглобальным переменам. Рассмотрим пример. Объект приложения мы получили в следующей инструкции. Далее мы можем получить контекст с помощью метода getContext. Если нам нужен сразу объект контекста, то мы можем использовать более короткий вариант вызова. Здесь мы получили объект приложения и от него сразу же получили объект контекста. Мы можем получить методом getServer объект контекста, объект, содержащий серверные данные. И далее от этого объекта мы можем получить путь до корня сайта, сервер name и так далее. Мы можем получить любую переменную суперглобального массива сервер следующим образом. Вызываем метод get и в качестве параметра указываем, какой элемент данного массива нам нужно вернуть. Перейдем в публичку и увидим результат работы. Выведен путь до корня сервер name.htpxreal.ap суперглобального массива сервер. Также мы можем получить объект запроса и с помощью различных методов извлечь оттуда данные. Для того, чтобы обратиться к входящему параметру post или get запроса, мы можем к созданному объекту request обратиться как к массиву, либо же использовать метод get. Опять вернемся на страницу публичной части, где у нас выводится результат работы нашего кода. Мы добавили get параметры в адресную строку. Как видим, оба нами рассмотренных варианта работают одинаково. Также существует еще ряд параметров, которые вам позволят получить отдельно пост или только get параметры, cookie и так далее.